Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу сразу предупредить, у нас только 30 минут времени, поэтому давайте скорректируемся так, чтобы задать максимально вопросов. Задаем только по одному вопросу и, пожалуйста, представляйтесь. Хорошо? Продолжение следует... Спасибо огромное представителям СМИ, что вы, несмотря на выходной день, пришли встретиться со мной. Я бы хотел обратиться всем кыргызстанцам, всем моим соотечественникам, что сегодня в общественно-политической жизни нашей страны это непростое время. Сегодня все провокационные силы, которые не могут смириться своим явным поражением, которые не считаются с мнением большинства, стремятся любым путем устраивать провокации. Как вы все были свидетелями последних событий, моя встреча с президентом Казахстана Назарбаевым была совсем по-другому интерпретирована. Вырванное из моего выступления, из контекста в селе Онадыр, вчерашнее задержание депутата Диорко Кенеша, моего сторонника Каната Исаева, все это звенья одной цепи. И я абсолютно уверен, есть план определенного круга лиц, который двигается в этом направлении. Главная их цель устраивать провокации, очернить. Я обращаюсь всем моим сторонникам, всем главам моих стабов, агитаторам. Не поддавайтесь провокациям, не совершайте эмоциональные поступки. Все видят, что мы побеждаем на этих выборах. Хотел бы особо акцентировать ваше внимание, что несмотря ни на что, мы будем продолжать предвыборную гонку с еще большей интенсивностью и еще большей уверенностью. Я знаю, что буквально недавно ГКНБ проводило аналитическое совещание, в котором было озвучено, что Бабанов выигрывает с первого тура. Наши социологические среды и среды других независимых организаций показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65% избирателей. Когда мы явно выигрываем, зачем же нам, как показывают сегодня в КТР, организовывать незаконные действия? Я считаю это абсолютно глупо и нелогично. Уважаемые кыргызстанцы, вы все знаете, что я никогда не захватывал Белый дом. Даже в 2006 году, когда мы выводили 100 тысяч людей против Бакиева, я выступал за смену Конституции. И сейчас я однозначно хочу заявить, выборы в Кыргызстане должны пройти честно. Избранный президент Кыргызстана, он должен прийти к власти честным путем, а не за счет переворотов или каких-то еще незаконных действий. Хотел бы особо обратить внимание, и что меня очень сильно огорчает, что нечистоплотные определенные руководители спецслужб в своих действиях используют криминалитет. Сегодня весь народ знает, криминалитет за какого кандидата бегает. Наших начальников штабов пугает. Наших агитаторов пугает. Этому свидетели, все жители Кыргызстана. Все знают, что я ни с одним криминальным авторитетом или каким-то членом ОПГ не имел никаких связей. Хочу еще раз заявить, что финансирование моей избирательной кампании проходит открыто и прозрачно. Сегодня все жители Кыргызстана знают, что мы потратили почти 200 миллионов сомов из моего избирательного фонда. Мой избирательный фонд открыто формируется. Я хочу задать другой вопрос. Откуда деньги у другого конкурента, у которого столько же рекламы, столько же биллвердов, столько же газет выпускается? Человек, который ни разу не занимался бизнесом. Это вызывает вопрос. По ситуации с Канатом Исаевым, мы считаем, что мы должны обязательно разобраться в данной ситуации. Правоохранительные органы должны подойти беспристрастно. Мы предпримем все усилия, чтобы следствие было прозрачным. Я знаю, Канат Кедрикановича, что этот человек очень принципиальный, человек, который в законах очень хорошо разбирается и хотел бы все СМИ попросить, чтобы не передергивали факты. Основной упор Поп Канат Кедрикановича делается о том, что он готовил государственный переворот. Но из всех материалов, которые были представлены в средствах массовой информации, другого доступа у меня нет, я не услышал ни единого слова про государственный переворот. Хочу сказать, только суд может установить вину. мы не должны забывать, что у нас в Кыргызстане есть еще презумпция невиновности. Если бы Канат Кедриканович не поддерживал бы меня, я думаю, у него бы таких проблем не было. Хотел бы обратиться ко всем кыргызстанцам, что у нас есть исторический шанс. Наша страна только становится на демократический путь. Мы не должны упускать такой шанс. Нужна сменяемость команды. Хотел бы всех призвать давайте объединимся. Давайте вместе строить правовое государство. Государство, где не будет политических гонений. Перед законом должны быть серовны. Урматты Кыргызстандықтар Муна өзіңіздер Кыргызстандықтар Кыргызстандықтар Кыргызстанды Муна өзіңіздер Кыргызстанды Кыргызстандықтар Кыргызстанды Кыргызстанды Кыргызстандықтар Муна өзіңіздер АЛГИШИНИН, МЫНА КЕК, УШИНДАЙ АВАЛГАТ КЕЛДИ. МЕН БЛЕМ, АЛГИШИНИН ПРИНСИПИАЛДЫ УЛУГОН. ОШОЛ, МЫНА ЕЛЕВІСКЕ 24 СААТ КОРСЕРТУ АТКАН ДЕРДЕ, МЕН БЕРДА ЖОЛДУ, БЕРДА ЖОЛУК КАНЖОК МЫН. ОШО ГЕЛЛЕ, ГОНКТОРШКА ЗАЙЛЕ ДЕПТЫРОК. МЕН БЛЕМ, АЛГИШИН ДЕРДЕ, МЕН БЕРДА ЖОЛУК КАНЖОК МЫН. ЕКЕНЧИ ДЕН, АДАМДЫң ГүНЕЛЕ УДЫН АЛДЫНДА, АДАМДЫң ГүНЕЛЕ УСЪН БЕРГАНА СОТ ЧЕЧЕР. БЕРГАНА СОТ ЧЕЧЕР. Ошу ончин, жалпыға малымды, эклдерин барын нағайрып етелем. Кергілі, арапиярды тоқтутып тұрып, бұл иш аяғына чейн джетсін, аяғында анангейін бардық, оқырғы органдар аяғына джеткенден гейін, сот қана гүнелсін, дәлдегенден гейін, ошу онда ғана джинтік чарсақ олыр. Онын бардығы шайлы олын тегерегінде олыбатқан иш. Мен бардық партиялаштарыма, қолда ұтчыларыма, бардық қырғыстанықтарға ғайрылып кетілем. Біз женешке варатқан жолы ұсты олайыз. Біз бұдан дағы күчеті өз женеші бізді. Бардыңыз таргергілі, қолдопергілі, қырғыстаның ұстың тарықында команда өзгеріш керек. Бардық дүн өзінді мамлекеттерді команда өзгері қатады. Құдай бөресе 15-те октябрда да ешенеммен. Құрғыстаны ұсты жаңы команда келеді. Құдай бөресе 15-те октябрда. Құда қаласы. Мен дегіп келем. Рахмат. Әмір біріншіден мұна 500 ашылы. Бүгін күнде мен және айтып көреттен айтып көреттен. Сұрамжылолың негізінде әзір бүгін күнде біз біріншід турда ұтауызып тұрауыз. Құда қаласа. Әмір біріншіден ұнда әлділген тақталған малымат керек. Және көрің көретткен видеотасмада, дегеші үмкім олғатқан женағы екі күрим авторитеті сүйлешу атқан жерде. Бабағын! Айтсім, бабағын! Бабағын айтсім. Қандай тиешен бар? Кедей қанучы тай қолдауғычылар? Бүгін күнді мені көп. Саясатшылар бар, депутаттар бар, ішкер адамдар бар. Әрбір адам бөзгеріні ғалап тұра. Әрангің Саноза, как вы знаете, у меня вопрос такой. 27 июля этого года у нас беда Тамбаева заявлял, что если бы не было успеха, он побеждал бы вас. Когда прокомментировали слова президента Тамбаева, сейчас что-то изменилось в этом отношении? Помните, у нас в своей последней бесконференции говорили, если бы не было Дженбеков, то он побеждал бы вас. Ну, я думаю, Алман Шашевич, все-таки сегодня, как глава государства, будет и станет над данной конкурентной борьбой. Все-таки, я думаю, как гарант Конституции и глава государства, Алман Шашевич, руководителя спецслужб Абдиля Сегизбаева и других руководителей, попросит подойти непредвзято. Это очень важно, потому что Алман Шашевич всегда заявлял, что в Кыргызстане обратного пути нет. В Кыргызстане демократия должна укорениться. И я верю, что он свои слова сдержит. Но время пока. Говоря о всяческой поддержке, я говорю о том, что мы не позволим, чтобы это было интерпретировано и предвзято к этому событию отнеслись. Мы, я как депутат парламента, руководитель фракции и человек, который на сегодняшний день реально претендует на главу государства, мы максимум обеспечим прозрачное проведение следственных мероприятий. Меня удивляет, по-большому меня оскорбляет то, что спецслужбы используют бандитов в этом деле. В какой правовой государстве используют криминальных людей происхождением? Как можно судить, допустим, по телефонным разговорам? Два криминальных авторитета разговаривают между собой, исходя из этого, можно человека там в чем-то обвинять. В чем-то обвинять. Очень важно, мне кажется, сейчас вот в Кыргызстане идет такая предвыборная борьба, впервые в нашей истории, она очень конкурентная борьба идет. 15 октября все, чем ближе 15 октября, все с таким дыханием ждут, кто же все-таки выиграет. Мне кажется, очень важно, чтобы не было у нас политических гонений, исходя из того, что кто кого поддерживает. Я вспоминаю слова, когда Алман Шаршенович приводил пример Германии. ХДС и социал-демократы в парламенте борются, спорят, а после выхода из парламента идут пиво пьют. Также хочу заявить, что, как политические оппоненты, мне было бы гораздо приятнее, если бы они критиковали мою программу, говорили бы, как вы собираетесь поднимать экономику, как вы собираетесь в два раза увеличить зарплату. Наоборот, мой оппонент перешел использование административного ресурса, использование криминальных авторитетов. Ну где вы слышали, чтобы бандиты бегали за Бабановым? Ну что, народ не видит, бандиты за кого бегают, что ли? Где вы видели, что правоохранительные органы за Бабановым бегают? Сколько мы фактов даем? Где возбуждены уголовные дела? Ну народ же видит это все. Любое щевеление в штабе нашем, оно раздувается, круглосуточно показывается по государственным телеканалам. В то же время нарушения, которые говорятся нашим штабам, все это промалчивается, все это откладывается. Можно еще? Вот, слушай, нет, по-другому. Океан прессе. У меня было много информации, что мы встречались с российскими, 20 кандидатами. Можете сказать, встречались, когда это было. И мы, наверное, уточним вашу версию. С какой цель вы встречались с президентом Казахстана, Владимир Баевым? И последний маленький вопрос. А если 15 октября в митинге протеста, по вашему мнению, это агрегативный способ борьбы за правдивый результат, с вашей точки зрения? Ну, три вопроса. Относительно встречи с олигархами. Все знают, что у меня есть очень близкие, дружеские отношения. Мусой Бажаевым, Аликом Ибрагимовым. Это люди, которые заработали честным путем. Которые инвестировали в Кыргызстан свыше 300 миллионов долларов. С ними встречается не только Бабанов, но с ними встречается и наш президент, и премьер-министр. В чем здесь плохого? Второй момент. Но в то же время, я не встречаюсь с международными аферистами, как Лиглас, не подписываю контракты по передаче ГЭСа компании, которая стоит 139 долларов. Почему об этом не говорят? Почему по Лигласу не возбуждается уголовное дело? Сейчас вот Русгидра подала на нашу страну 35 миллионов долларов. Лиглас собирается подавать то же самое. А почему уголовное дело не возбуждается? Почему человек, подписавший этот контракт, не уволен с работы? Почему господин Зиялиев, который нарушил закон о выборах, который агитирует открыто, не уволен с должности первого вице-премьера, являясь штабом избирательной кампании по всему Кыргызстану? Ну не это ли предвзятость? Где правда? Относительно встречи с нарушитом Абишевичем, Назарбаевым, главой государства, это всемирная практика. Во всем мире, когда кандидаты борются, и кандидат, который явно становится лидером, главы других стран встречаются. Во всем мире. У нас есть практика. В 2011 году Алмаз Шаршинич Атамбаев встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. Радоваться нужно встрече. Когда встречаюсь с устанавливающим Назарбаевым, мы договаривались о том, чтобы открыть границы, создать все условия по свободному перемещению людей, облегчить жизнь кыргызстанцев, которые работают в Казахстане. Что здесь плохого? Что здесь плохого? Это преподнеси то, что я там продаю интересы страны. Не президенты каких-то стран будут решать, кто будет у нас в стране главой государства. Именно народ 15 октября решит, кто будет главой государства. третий вопрос какой? Митинги 15 октября, митинги протеста, мирные митинги протеста, вы будете считать, что это в рамках Конституции? Относительно, я понял, относительно моих призывов 15 октября, чтобы мои наблюдатели, народ, который проголосовал, пришли уиком и дежурили, чтобы не подтасовывали. Что здесь незаконного? Если они будут свои защищать голоса законным путем? Законным путем. По нашей информации есть о том, что будет фальсификация выборов. Есть такая информация. Мы знаем, кто сегодня по Бишкеку собирает паспорта. Мы знаем, кто сегодня дает тысячу сом, забирает паспорт. Вы когда придете на избирательный участок, вам дадут еще две тысячи сом. Но не Бабанов же это делает. Сегодня говорят, что олигархи будут раздавать деньги. Сегодня криминалитет, адамресурс, раздача денег все делается одним только моим оппонентом. Вот против чего я борюсь. Относительно митингов, согласно Конституции, каждый гражданин Кыргызстана имеет право свободно выражать свое мнение и выходить на мирный митинг. Через этот путь прошел Ялмас Шаршинь Шатамбая. Мирные митинги они разрешены во всех странах. Во всех странах. Это выражение воли народа. И о новости Юлия Прохорова. Пожалуйста, по одному вопросу, господа. Вы видели видео, которые были в соцсетях, вы не пытались как-то выяснить, за что вы были. Кому вы были на эти деньги? Сама сюжет относительно видео, где идет передача денег, я хочу однозначно заявить, Ханат Кедикановича Исаева и других моих сторонников мы не финансируем. Мы не финансируем. Я финансирую только людей, которые участвуют в наших стабах. Относительно того, что в видео он передавал деньги, я не знаю и не в курсе, какие деньги, для чего передавали. Я думаю, это определит следствие и Канат Кедиканович разъяснит. Но я знаю одно, я увидел одно в этом видео, там нет ни единого слова про переворот или захват власти. Там сторона, которая снимает на видео, она все время провоцирует. там идет о том, что сколько людей есть. Ханат Кедиканович есть свои штабы, которые он открывал, сборы подпися проводил. Он был реальным кандидатом в президенты. Я думаю, он сам это разъяснил. я на этот вопрос отвечал, когда я получал мандат кандидата. Я абсолютно уверен. В первую очередь, конечно, всевышний определяет. Но я абсолютно уверен, что народ поддержит, народ хочет перемен. И мы выиграем эти выборы. Поверьте мне, сколько бы не сопротивлялись, сколько бы не чернили, я же езжу в регионы. На моих встречах не заставляет учителей, врачей выходить, школьников оставлять без занятий. На мои встречи наоборот препятствуют. Почему вон на дыре я заявил такие слова, потому что когда я поехал в ОЖ, вечером мои штабисты начали собираться. Наши билборды начали убирать. Вместо которое мы получили разрешение поставить сцену для встречи, отменили. ночью правоохранительные органы с определенными лицами заходили дома и пугали людей не приходить на встречу Бабанова. Утром перед моим выездом поставили ГАИ там метров пятьсот. Все кто идет всех разворачивали. до последней минуты не давали встречаться с людьми. Исходя из этого и было мое обращение, что нельзя ничего бояться. Не бойтесь административного ресурса, не бойтесь бандитов, не бойтесь тех людей, которые надев погоны превратились в бандитов. поэтому я сказал чем жить на коленах лучше умереть стоя. Весь народ Кыргызстана знает, что я не могу быть по существу националистом. я не делю людей по регионам, по селам или по родовым признакам, особенно по национальным признакам. вырвав контекст из моего выступления, так они же сами разжигают национальную рознь. Они же начали сами в КТР это все пиарить. Вырвав и начинают пиарить. В какой нормальной стране это можно делать? они же сами разжигают национальную рознь. Организовывают митинги возле штабов, они же сами разжигают. Но чем больше КТР черный пиар делает, я вижу, чем больше приходят людей навстречу со мной. Чем больше приходят навстречу со мной. Спасибо. Наталья любезна в интерфаксе. Вы считаете, что за провокациями которые с Канатом и с Айлом и прочим стоят на столице действующей власти, если вы скажете, что один кандидат на стороне которого административный сурсий? Я абсолютно уверен, что это один из частей провокации правоохранительных органов в пользу одного кандидата. В пользу одного кандидата. Относительно того, что с Ханат кандидатом по обвинению в статье государственный переворот я не увидел ни в одном слове о том, что он об этом говорил. Я не увидел по тем видео, которые я вижу. Но вы же видите о том, что два криминальных авторитета. Один сидит в тюрьме, другой на свободе. Как они свободно разговаривают и как из слов вытягивают. потом два на телефонах двое сидят по телефону еще раз говорят. И слов вытягивают, что бабана, бабана. Я хочу сказать, что вот эта вот видеосъемка, которая была, я вчера разбирался, видеосъемка была. У канадки деканца свой офис есть, свой штаб есть. Я просто знаю его как человека очень принципиального. И одно, ну давайте честно скажем, если бы он меня бы не поддерживал, этого с ним не было бы. Согласитесь? То есть вы не можете сказать, что это действующая власть, которая работает против массы? Не, конечно, я могу сказать, а кто? Правоохранительные органы это что, не действующая власть? Правоохранительные органы это и есть действующая власть. Я считаю, сейчас знаете, что происходит? Я считаю, именно специально делаются такие провокации и они наверняка представлены президенту Алман Шашинчу Атамбаеву для того, чтобы убедить его, что по банам готовят государственный переворот. я абсолютно хочу с большой уверенностью сказать и заверить всех, я никогда не делал перевороты и не собираюсь их делать. Они хотят меня столкнуть с Алман Шашинчем Атамбаевым. Вот эту цель они ставят. Сегодня именно в избирательной кампании если я мидирую, зачем же мне заниматься вот этими переворотами или незаконными действиями. Я хочу эти выборы выиграть законным путем. Именно законным путем. председатель скажем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...